Привет, ребят! Сегодня у нас будет Винга Саппорт, базовая, которую вы привыкли видеть, но с небольшими изменениями в этом патче. Ей добавили уважаемый аспект на то, что ваша тычка становится типа милишной, но вы остаетесь дальником. Вы спросите, Дэн, ну если ты играешь саппом, почему ты не взял аспект, который увеличивает урон за стан от каждого добитого крипа целью, в который даешь стан? А я просто посчитал, посчитал статистику с дота 2 про трекера, посчитал статистику с сайта нюкс 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 и посмотрел катки. Смотри, что в чате пишется. Из того, что я вам могу точно сказать на 100%, вот прям без вариантов, этот аспект намного сильнее того. Тот аспект работает в исключительных случаях в долгих играх против каких-то героев типа там Нага и т.д. Но даже в долгой игре вот этот аспект на оттычку становится намного лучше. В чем его идея? Когда ты милишный персонаж, ты не только хочешь покупать Battle Fury и Bashar. Милишный персонаж, когда бьет врага, на него не работает щиток. Кто не в курсе, у каждого милика есть щиток. Типа щиток. И Винга этот щиток начинает игнорировать. Так вот, если на линию докупать себе статы в качестве врейсбенда, в качестве брейсера, в качестве грейжного стика, то внесапно окажется, что ты очень сильный милишник с нереально большой тычкой, которая перебивает почти любого героя на линии. Ой, немножко. Идея в том, что ты просто как милишник начинаешь тычковать врага. Как милишник. Видите, да, мою тычку? Размер тычки, то есть именно урон с тычки. Поэтому, если вдруг вы не пробовали такой вингл поиграть, то, ну, обращайте внимание, что я делаю. Просто за счет тычек ты почти любого героя перетрейдишь. Дальше начнешь докупать нужные айтемы. В лейте выйдешь какой-нибудь агонимчик. Да, гайз, важный момент. Эту вингусапа я записываю через Донейшн. Спасибо, уважаемый Изэпент, который заказал этого персонажа. Тебе вначале Дашка вставила по-любому. Тебе вставила. Поэтому, спасибо огромное, Донейшн. Если хотите заказать героя, не забывайте, что есть такая функция через Донейшн Алерт. Там в Донейшн Алерте написано цены на все услуги. На линии все крайне просто. Вейв по двоим героям стараешься попасть, потом по Тонгусам трейдишься тычками. Ничего сложного. Ну а чтоб чувак на союзники не подходил под дабл первый скилл легионки. Все будет good. Ты хочешь себе высокий рейтинг? Заходи на Any Level. Any Level это сервис номер один в СНГ по бусту рейтинга, который работает аж с 2014 года. Просто выбери, сколько рейтинга хочешь получить, и Any Level выполнит твой заказ гарантии результата. Ну, или вернуть деньги. Выбирай режим буста. Соло или играть в пати с бустером, и наслаждаясь результатом по реально низким ценам. Ну а если тебе нужен просто готовый аккаунт, то на сайте более 500 учетных записей от 1 до 10 тысяч ммр. И самое главное, с полным доступом и перепривязкой на свой имейл. А еще на Any Level скупают аккаунты по очень вкусным ценам, и выплачивают тебе деньги прямо на карту. На сайте можно посмотреть все заявки с 2014 года и сумму выплат. Только все лето по промокоду SHISPITCH. Активно скидка 15%. Оформляй заказ у наших братишек и увидимся на AnyLevel.com На линию 8 реген. И да, на такой уважаемой винге моя главная не рекомендация. Матчет. Главная рекомендация не делать. Это не пытайтесь играть в фулл сапа через повисы, вот всякую вот эту шелупонь, которую многие сейчас покупают в каждой игре на винге. Но это немножко другого плана герой. Сейчас винге это герой, который тычкует больно. И этим нужно пользоваться. Ты не можешь играть на винге вот так. То есть как фулл саппорт. На лайне, окей, после лайна ты обязан делать вещи на себя. Я просто уже проверял и тычки на винге намного больше эффективности приносят, чем защитные айтемы. Станчик нажал, тычканул. Засвапал, дал пару тычек. Вейв подаем далее. Важный момент. В меня нажимают кнопки. Это очень выгодно. Видите, он бежит, в меня нажимает первый скилл. Так же, как и лично меня спамил кнопки. Почему это выгодно? Потому что я винга. Мне пофиг, братишка. Я кайфану в любом случае. Вот, дальше оставляем дэнай, братишке. Тобей, хорош. Все, мы сейчас спокойно привезем тангусик. Под башней стоим, хилимся. Пробуем перестакать этот кемп, если его нам не заблочили. Его нам заблочили, к несчастью. Ничего страшного. Гуль у нас играет тоже через очень имбовый аспект. Ты просишь, стоит ли брать вот эту тему, если стоишь на линии через тычки? Нет, стан все равно эффективнее. Тебе ману на линии некуда тратить. Поэтому ты так играешь. Сейчас пачка умрет, можем пробить его. У меня 4 стика. Я могу с 4 стиками сыграть неаккуратно. Видите, да? Прям неаккуратно играю. Гуля пробует добить его. Если не получится, ничего страшного. Я через 7 секунд попробую добить вейвом. На счет этих тычек милишных очень легко перетачковать врага. Бежим. Пытаемся попасть вейвом на макс рейндж. Не хватит уже дэмэджа. Там дэмэджа не хватит. Нет смысла. Лучше пробивать лича. Если лич отстанется, я его просто убью. Почти любой трейд выигрывает лич. Лич кури винга. То есть мало героев в доте, которых ты не сможешь перетачковать. Я пробовал, ребят, стоять против такой винги. Это очень больно. Ее скорость атаки, ее тычка. Это просто сказка. Сберем лотос. Мол, я не успеваю разблочить к несчастью. Но смогу забрать лотос. Что дальше? Я докуплю стик просто грейзи на себя. С первых веточек, так сказать, съеденных. А может быть, просто я довезусь от ангуса. Все. Максица, очевидно, второй скилл. Минус армор нам очень важен. Идем разблочивать кэмп. Биг я разблочивать, наверное, уже могу. Да, я думал, не стоит. Ну, сами видели, у меня на линии не было времени разблочить этот кэмп. Несчастье. Но ничего не поделать. Так. И все. Возвращаемся. Сейчас подождем пока пачка ресница. Биг я уже разблочил. Я уже могу его сам выпуливать. Тангуса я себе привожу. Лотосы у меня есть. Все гуд. Может быть, лишь через эндри поставят. Лишь на 3 не поставят. Спокойно сам перед тычку и леча. У него один скик всего. Позьму пассивку. Потому что здесь сейчас дерусь. Я уже объяснял, как это работает. Под выдашку я не убил пассивкой случайно. Дам тычку. Отлично. Найс. Денай оставляю братишки на гуле. Думаю, вы сейчас знаете, как работает этот аспект. Везу себе рецепт на стике. И довожу еще цирклетку. Так как я уже объяснял. Нам нужны любые статы на линии. Любые. Миллион любых статов. Стоим под башней хилимся. Гуля доняет. Мы кайфуем. Взял пассивочку в один. Потому что у меня много белого урона. Пассивочка, если я правильно помню, дает чисто белый урон. Ну и плюс гуле будет проще фармить на линии. Не фанат так играть. Но, типа, иногда так можно сделать. Под пачкой мы не нападаем. Просто качаемся, воруем экспу. Пулить я не буду. Просто стою, ворую экспу. Стангусом съедет. Нам все нормально. Главное получать вот эту ауру от башни на 3 хила. Дать ли ему? Что-то еще. Не уверен. Все, я подхилился. Может сходить доебаться до леча немножко. Постоял под башней, подхилился. Ну кайф же. Еще и крип знаменосец дает. Тоже хил приятный. Сейчас нажмет первый лего. Я подойду. Он нажмет, конечно. Может с падлом ходить, если нет первого. По двоим нажал первый. О, второй в смысле. Треформы, по сути. Бля, опять потратил все хп. К слову, лечая на днях тоже запишу. Тоже ебейший персонаж. Вот по той же причине. Его невозможно, блядь, на линии перебить. Вот просто тяжело. Но, типа, мы справимся, я думаю. У меня все-таки герой, по-моему, даже посильнее на лайне. Найс, пробили братишку. Хорош, хорош. Все, беру второй дальше. Там замедление прокнуло. А, я думал. Да, дал медасу. Я думал, побежит под замедление за челом, но не стал бежать. Я не осуждаю. Это геймплей на кэри. Он сам решает, когда бежать, когда нет. Меня вот раздражает моменты, когда сапы типа кричат. Давай, беги, давай. Ну, типа, бро. Тебе не видней. Чувак бьет крипов. У него своя цель. У тебя своя цель. Ты чувствуешь, можешь? Он чувствовать не может. Играя от потребности. Если он может, он сигнализирует тебе таким-либо образом. Спасибо. Заметили, да? Насколько скоро стаки выше стала из-за этого аспекта. Насколько приятнее играть. Бак, подумал, это баг какой-то у меня. Покупьте медали, блядь. Я уже думал, не хуя. Еще есть вариант купить топорик на линии, чтобы было проще фармить потом. Но я такое не люблю. Мне такое менее нравится. Все, пробуем забрать лотос. Съебал отсюда, сынок. Я хп нету, но я на уверенность, знаете. На самоуверенность, я бы сказал. Собираем лотос. Very good. Миди лично падает на лодэ. Могу ли я помочь ТП? Я не смог. That's ok. Сейчас гадость правда, чувак, на эпичи, скорее всего. Ну мне похуй. Даже не то, что мне, а нам. У нас линия хорошая, нас устраивает. Хе-хе-хе-хе. Что, нет ТП? Лаги, лаги. Лагает у меня. Все, отлично. Выпулили. Сейчас пойдем заниматься гадостями венги. Включу плюс венги. У нее хороший, мощный стан по игре. Всегда. В каждой игре ты нормально сделаешь импакт. То есть опять игра, где 9-1. Какого черта вы? И так ебейте линии, парни. Фидоните. Вот. Поэтому я пользуюсь преимуществом своего персонажа в виде наличия стана на ранней стадии. Стана довольно-таки хорошего, с дешевым монокостом. Иду спокойно отжимать вражескую виздум руну. Но очень комфортный, мов. Могу приносит пользы. Всем советую делать его. Найс. Забрали руну. Дальше беру второй, так как под вторым тыски вы повышены. Четверо сверху. Четверо сверху. Найс. Хорошо, что четверо сверху, потому что ну. Значит, мы руну забрали. Полететь за это руну я не хочу. Потрачу просто тп. Не буду ничего делать на карте. Но мне не надо. Потал пошел. Гуля все это время бьет. Крип пасеков. Мы должны вардики докупить. Заметьте, у меня уже тысячка 85. Учитывайте, что милишник с тысячкой 85. У меня у Гули тысячка меньше. Дежу в кульс. Который фармит крипов. А он еще с закупом. А у меня еще брейсер не доехал. Дальше будет только лучше. На такой винге есть много прекрасных функций. Если у вас герой хорошо фармит стаки, вы можете эти стаки делать с помощью второго скила. Если ваши герои плохо фармят стаки, то вы можете просто стоять за кем-то и подсеивать вашим вторым скиллом. Еще есть прекрасная функция фармить линии. Из-за того, что у вас персонаж стал милишником, вас слишком больше. Соответственно, очень это легко делать. Ну и в моем случае я еще могу просто играть на линии и ворвать экспу. Потом сворованный экспу и я уже с левелом что-то сделаю. Пока Гули фарм... Я поглядываю в топ, потому что с большой вероятностью мне нужно будет... Не, я могу не пт-дфить. Не, ТУД должен делать. На ранней стадии ТУД должен делать. Но ТУД делает полную хуйню. Это все хорошо, это все хорошо. Так, я докуплю себе сапог. Да, но сейчас пага, я думаю, на такую вингус апа нужно делать пт-шку. Да, да, именно так. Поставить вингар, реально будет бить с руки и быстро фармить. Это нужно понимать. Какой герой начнет просто бить с руки. Все, что дает статы, берем, либо что дает урон. Только статы и урон. У нас тут, ну сами видите, урон только вот одна вещь. Не знаю, что он и делает. Он занимается какими-то не очень понятными для меня вещами. Пытается драться со всеми. Поку пишет. Нормально. Не, ну типа... Не буду бивать, потому что у него корпситер есть. Все, ульту взяли. С ультой можно гадости поделать. Успею ли я стакнуть? Постараюсь это сделать. Не успел. Ничего. У меня шестой. Шестой мне нужно поделать что-то. Начну с сапога, потом догрежу бросок. Кстати, я могу и в боте киллы сделать. Потом у меня тычка по крипам, конечно, сказочная. Хожу в бот. Я эту в бот гуляю. Там фейзик есть. Я подхожу гуляю. Здесь он подставится. Четверо, четверо. Нажму топ тп. Первый пошел. Хайди нахуй. У меня много статов. Я могу подраться. У меня барьер есть. У меня тысячка сотка. Да, еще прикольная тема, что когда Вингу убивает, она получает vengeful aura. Причем ее идея заключается, что ты наносишь урона больше по той цели, которая тебя убила. Как клеймо, он на враге остается. Очень удобный прикольчик. Прикольчик. Сларк нищий. Мы денег заработали. Не знаю, почему ОД решает прям нон-стоп делать свои приколы. У меня кнопки КД, поэтому я станчика прокачаю. У меня сразу чайник. У меня ульт вин... Кстати, не уверен, зачем меня так нажимают много кнопок, если у меня рядом ОД есть и Огр. Но я не против, на самом деле. Меня реально отдали все, что было. Меня отдали чайник. Меня отдали ультвич доктора. Меня это время бил Сларк. Они просто за это все сдохли. Ну ладно, я не против, я не против. Делайте, парни. Делайте, парни, делайте. Красавцы, делайте, делайте, делайте. Ну, давайте. На ОД очкошник, конечно. И очкошник на ОД. Ой, очкошник. Так, ну я тогда делаю просто ОВБшку. Вардики надо купаем. Смачелу возьмем, прибежим к команде. Давайте пробуем. ТП нажму, нажму, ТП. Может быть, ТП. Можем, можем, можем. Не успел. Я пытался. Хватит там урона. Только не меня бейте. Бейте Агра, пожалуйста. Спасибо. Наконец-то бьют Агра. Метышка огромная. Я тоже этим пользовался. Я буду этим пользоваться. Смотрите урон на саппорте, ребят. Понимаете? Да урон на саппорте, который происходит сейчас? Так, ну тоже подвините. У меня 17 стиков, я не боюсь. Найс, найс. 17 стиков, парни. Тут хуй пробьешь. Сентряк есть? Оп, есть. Блядь, ну как так уроном? А, это медовый Рубик, сори, я забыл. Я забыл, что это медовый Рубик, поэтому не жал стиков. Ну как забыл, я даже не знал. Я не обращал внимания. Это медовый Рубик с 10-м левелом 8-0. Это очевидно. Дамэдж есть определенным персонажам. Ну ничего страшного. Он нас убил на Рубике, в итоге теперь на нем висит клеймо, которое увеличивает по нему урон. Из-за вот этого. На 10%. Вроде немного, но на самом деле очень даже комфортно. Так, это в тайник. Гварда докупаем. И, наверное, куда? СДП пойти куда-то, нет? Не знаю. Все, дальше я просто ваган выхожу. Потому что гоним хороший айтем. И его можно докупить на Винге. Я раньше не любил вагана Вингу, но сейчас он лучше стал. В плане геймплея через рейсбэн браслет. Снова летим в топ. Я буду лететь в топ как бешеный. Можем Рубика убить. Блядь, ну конечно. Рубика инфест, он в крипе. Рубика в крипе. Блядь, неожиданно я не прокликал инфест. Ну а кто, блядь, ожидает, что Рубика инфест? Задумайтесь, как можно украсть инфест у гули, блядь. Как вообще инфест украсть можно, чувак? Да пиздец. Так, ПТ-шка везу себе. А дамаж сказочный, а щас тычик. Там-то вейв на минус арморчик нет. Лично ли? Хорошо, я не пойду туда больше. Там смерть произошла, дефинитли. С Блейхолом. Могу ли тебя перебить? Не уверен. Типа, я бы мог, наверное, тут перебить, да? Я ж могу перебить? Не видят. Да, не буду вебоваться. Хотя, почему не буду? Может, и буду. Успел, успел. Это, это вейвы. Я клянусь, это выгодно. Ещё и дуэль не отдал. Это выгодно, это выгодно 100 из 100. Я сделал килл, не отдал дуэль. Развёл врагов на позицию. Сейчас ещё и Нигма побьёт. Нормально, там ещё 5. Просто в топе пиздил, когда 4 на 7. А нас это устраивает. Я ж уже объяснял, как работает твинга. Ты хочешь драться с таким билдом? Я, наверное, могу ещё один в рейсбэн какой-нибудь сделать. Либо просто гранаты докупить. Я это гранаты докуплю и буду дальше тычковаться. Всё, по талантам. 100% талант на урон на эзерсвап, потому что он ещё даёт тебе барьер на 150 больше из-за этого урона. Дальше снижение брони по-любому. Так, будем играть через тычки. Так, пуля ради голода. Это хорошая игра в этой игре. Когда игра медленная, ради гуд. Всё, пассивку подмаксил, потому что у меня тысячка миллиард. Они что-то догнали нас. Подбить лес или... Играть в свап? О, я ксю подпижу. Добивать Рубика первым. Нет, нет. Я не буду свапать, потому что нас двое. Не вижу, что кто-то играл ещё с нами. Огр не хочет тп хаться. А мы закачаем... У нас тычка 113 плюс 41, гайс. Видите, да, это дэмэдж? Ставь, ставь, ставь. Сказка. Нихуя себе. Если бы ты оставил, я больше удивился, чем... То, что он, в принципе, блядь, закорил это. Это же не тинкер какой-то, это да. Вообще, фармить на винге с этим аспектом очень приятно. Из-за тычки её в миллион. Добил Медас, чувак. Ну, ничего не происходит, ты смело фармишь на винге. Это база. Мог помочь, но я не против был. Всем на что-то не хватает. Отойди на агре, пожалуйста. Отойди. Подвыть ты должен. Ты же не будешь на меня в Сларке наксуиться, если, чувак? Ты реально нажал прыжок, да, меня? Окей. А ты забыли холишь же? Нет, блогхола. Ты же жирный. Без маны, без маны, без маны, чел, вообще. Без маны, бро. Без маны, без маны, без маны, без маны. Без маны, без маны. У реально в меня просто прыгает и nobody gives a shit. Хороший блокал, хороший блокал, nice. Soul seed, как говорится. Ну ладно, в этом было good. Кстати, интересный момент. Как думаете, снимается ли моя vengeful aura? Ну, в плане, что чел меня убил, по нему повышенный урон. Если чувак, например, на Сларке нажимает себе диспелл. Просто у меня ощущение, что в доте такое вполне возможно. Ну что, доте просто багин и кусок говна. Так, это мы докупим. Подкачаемся. Вообще прикольно, что лингу сделали универсалом. Из-за этого любой стат на аганин, который ты покупаешь, дает слишком дохуя урона. Так, ну я тут беру точно урон на свап уже. И оставляю один слот под вард. Я тоже в топе ебашится, я не знаю. Там драки 24 на 7, мы можем драться. Да можем, можем, можем. Пусть чувак радик докупает, а мы даже без радика можем. Вард ставить не хочу. Помогу вейвам ему. Так-то с гули выгодно в лейт выходить. У него же там хп дополнительная вся такая. Я уверен, что драки выгодны винге. Проходили миллиарды раз. Сбил Бринг. Меня видно. Меня видно тут. Я не знаю, каким образом. Тут варда не было. В сентре. Они вполне могут за мной бежать, поэтому я включу ПТ на всех случаев на силу. Пойду варду там искать. Не знаю, как мне это было видно. Точно не второй скилл. Надо туда никак не помочь. Я считаю, что УД должен чуть больше качаться. Потому что он сейчас бегает и пытается что-то делать. Ну, в его случае это неверно. Драться должен уже Гуля. Арк с пола тут, блядь, башню. Должен дальше закопать варда. Продолжим, подеремся. Да, мне нравится такой гонкой. Когда ты в кора выходишь, по сути, на сапе. Тебе даже много не надо, чтобы быть кором. Аккуратно эксплоп подворуем. Но не будем умирать за пачку. Тут зафармлено. Все зафармлено. Все фармят. Все фармлинги. Ну, мы найдем свой фарм. Нормально. Полаганима к 17-й, к 18-й уже есть. При том, что игра не идеальная. Мне нравится. Надо фокусить Рубика. Так, меня вот тут было видно. Как? Вот тут вард. Я лечу, я лечу, я лечу. Я рядом уже. Если лечу, иду. Дамаж миллиард. Проверим вард, который я ожидал. Вот он. Вот. Все, сваф взяли в два. Довольно-таки сильный дэмэдж скилл. Еще и хороший скилл на защиту союзника в случае чего. Очень нравится, как переработали сваппинги на урон. Потому что раньше вообще урон не наносил, а просто свапал. Это был какой-то ультра кринджи. Это было не очень хорошо, если он умрет. Он не должен умирать. Ну, фраза не должен не всегда в доте работает. Хороший гейхол. Я буду тычкать. А, он меня задалил. Не меня. Китай. Я не могу ударить. Рубика? Больно. Ну, я успел закупиться. И я успел убить двух героев, что особенно важно. Нормально, нормально. Было близко очень. Было очень близко. Угромаджа и тут с Мидасом. Сейчас. Арканщики вдавят. Вспоминал. Вспоминала голова одна из голов. На каком страте Мидас. Мидас связан как-нибудь? Ой, пошел, пошел, пошел. Это Мидас юзнул, парни. Тут новый патч, что ты Мидас юзаешь, у тебя союзник приходит в бой. Хорош, хорош, отлично. Заметьте, почти аган. Просто я даже не то, чтобы дохера фармлю. Я просто дерусь вон, стоп. Так, нейтралку на статы. В амбрейсе и арей. Оба хорошо. Но арей мне нравится больше, потому что тычка полетит дополнительно. А тычка на венге очень большая. Гранатку, наверное, продам. Место у меня не то, чтобы остается. У меня подвардый слот только. Что, с аганом у нас будет две жизни. И важный момент. Понимаете, я рассказывал про метку, которая дается после смерти. Так вот, ваша уважаемая иллюзия с аганимом имеет свойство наносить на 100% больше урона. Но и получать на 100% больше урона. И метка на враге работает на аганим. То есть вот эти уважаемые 10% будут работать вместе с аганимом. То есть это будет 110% повышенного урона по врагу. Я от кнопок и от тычек. Тычка у вас будет, как вы можете заметить. У меня уже 200 тычка на 20-й. Ну, то есть это тычка 200 на сапе венге. Напоминаю на всякий случай. Причем это милишная тычка. На нее всякие блоки урона не работают. Вы еще можете докупить башер. Меня видно? Нет, не видно. Он просто тут спрятался. Он боится. Я его догоняю, вроде бы. У него, конечно, очень хороший билдец на Рубике. В принципе, Рубик это паще весьма интересный персонаж для Кора. Что-то нас старобанят по всем фронтам. И ведь мы не можем напасть. Я не буду сапсу, я умру туда. Мне умирать тут не выгодно. Я могу дать сапсу, что барьер тут дать. Ну нет, ты даже барьер не поможет. Просто мы по всем трем линиям у нас. Ребята фидят и кое-что сделаешь. Я так хочу Лича записать. Но он либо в бане, либо в пике. Я не на пятой позиции. Герой сказочный. Просто очень хороший. Вот как эту панель с учетом убить? Ну это же вообще пиздец. 2000 хп. Урона счета. Башня по пешкам. Пжжжж. Мне очень нравится пичка. Пичка в 200 на 21. Звучит хорошо. Осталось все реализовать. Это самое сложное. Я хочу аган добить. Сделать это в драке я тут не вижу возможности. Драки очень неудачные. Но она есть скорее всего. Просто очень тяжело будет. Пробовать крону взять. Топи пачка. Парни, вы немножко в плохом месте делитесь. Бэкните, бэкните, бэкните. Так, я просто намекнул, что место для драки не лучше. Бывает места получше. В топе славная качалова происходит. Бегу. Не, я не побегу. Я ебал в рот бежать в такие драки, парни, без обид. Без агрессии, без негатива. Драка не за что. Я не должен убивать. Да, ну, бежишь реально. Блядь, я не ожидал, что у меня хватит дэмэдж. У него не было урона за дуэли. И я был уверен, что... Я понял, почему он его бил, ребят. Вы поняли? Блядь, я понял. У меня повышенный урон дается. И я в этот повышенный урон бью блэдмэйлом. В блэдмэйл, точнее. Без дуэли легенг. Ладно, развел он дуэль. Да, вы и бед. Развел он дуэль, гуд. Хороший астрал. Развел он дуэль. Из минусов сына... Не дал мне топ закачать. Догони, мой, я умер. Это ошибка, наверное, была даже. Я думаю, да. Я очень хочу аган добить. Просто аган слишком меняет нимплей. Там намного интереснее. Ебать, что это? Физдец, секунду бежит. Минуточку. Так, мы рун уберем. Нам нужна эксполя. И тут берем талант на снижение брони от второго. Потому что помним, да, что мы тычками бьем. Это очень важно. Видите, дэмэдж уже, уже дэмэдж. Он выжил, ебать. Хороший. Можете колить Рошана раннего. Всегда это круто. С минус армором вашим. Трэскилл помнят 14, да? 11 минус армора с талантом. Это пиздец как хорошо. Сейчас я догоню, добью и пойдем ебаться. Дайте мне 20 секунд. Это пятерка венга, напоминаю. Я к тому, что мы даже без тебя сможем драться с моим аганимом. Нас будет драться на одного больше. Я готов. Морим на мой дом. 6,61. Бам. 168. Плюс 57. Плюс учитывайте процент увеличения. Блядь. Ну чё ва. Спрячь тебя, я тебя засейваю, если прячешь, так меня не сможешь. Да, пределы вроде. Можем, можем драться, сможем драться. Так, делаю. Я сейчас еще и резнусь, парни. Я им очень больно сделаю. Я отошел. Так, отлично. Продолжаем играть за иллюзию. Вот, это вся суть аганима. Я с этим аганимом не теряю экспук, слово напоминаю. Кубика, блядь. Кубика. Видим кубика. Обязательно еще шарф будет докупить. Пидор. Осуждаю. Не оформляем исказывание, пидораса. Так, я скоро резнусь. 27 до меня. Ну, полонус. Леха, он БКБ забрал. Маль, маль. Леша, скоро может быть. Это какой-то, блядь, смуров. Я не знаю, он слишком как-то ебан. Сормально, просто глобку украл. Все, сейчас вообще не боимся умирать? Мы раньше не боялись, сейчас больше не боимся. Оп, мы тут оказались. Вард дропнули. Очень удобно играть. Заметьте, я пока был мертв. Блэкхол есть. Только залутал денег. Смотрим, дамедж-стычек есть. Ты не ломаешь эту, блядь. Смотрим, дамедж-стычек. Лишь доктора в драку свапаем. Мы не боимся умирать. Можем драться, можем драться, парни. Ну что, убили суки, убили суки меня. А я-то не умер. Я-то не умер. А когда не можем? Я-то не умер, ребят. Я-то не умер. Я-то Винга с аганимом. Что делать будете? Это как ВК с аганимом. Даже лучше, наверное. Сейчас, сейчас. Это даже лучше, чем... Чем ВК с аганимом, мне кажется. Хей, ну. Ты еще, мы свапнем, братишка. Я со свапом рядом. Нет, давай точку Рубика только. Потом на Рубике будет что-то делать. Да, тебе сколько лет. Гуля? Кому? Не могу, я не могу поставить центр из иллюзии. Сука. Я ТП делаю. Я ухожу тут. Парк, блядь, уже это легион. Заметьте, 19-й левел, гайс. На сапе, который умирает. Потому что мне похуй на смерть. Я Рошана, кстати, заберем. Что, дальше шард просто? Шард будет дабл стан делать. Можем в это убить. Давайте Рошана, там четверо уже. Я сам ее даю. Я уйдал бы, если бы страх у нас тут. Давай, давай, давай. Давай, драться, я уйду. Давай, давай, давай. Давай эти парни, давай, давай, давай. Батните на Рошу, батните на Рошу. Да его тоже можем, мы его тоже можем. Рошан для раков. Гуля, мы вдвоем забираем Рошу, я тебе пока. Орвал жопу. Парни, нормально? Не могу мышкой попасть, я не мог мышкой попасть. Он в тебе стоял, сори. Я тоже был, блядь, я не мог мышкой попасть. И вы видели, да, что я наводил? Она налегивала. Ладно, нормально. Сори. Я мог помочь, я мог стандать, я мог чел откинуть. Я, короче, мог лучше сыграть. Пэк, но у меня мало что-то. Да ладно, он молодец, все равно. Он... Это нормально, блядь. Типа, он умер за меня сейчас, по сути. Но, сами видите, насколько много импакта делать. Типа, я мог его засейвать, и он бы сейчас всех убил бы. Типа, анлаки. Так, что дальше в этом билде сделать? Я думаю, Саша и Яша выиграет неплохо. Много статов всяких разных, сопротивления, смс. Хоть мы и сап, ну, точнее, хоть мы и кор, но не забываем саппай там и покупать. Потому что мы уже кором встали. Мы все равно не забываем. Так, тут что? Немезис курс неплохо, но из минусов она не работает на иллюзии. Эта штука, поэтому... Как будто бы на иллюзиях не стоит ее брать. Дальность брать, тоже впадло. Я взму на Кора. И в этом драку. Я взму на Кора и... Ну, короче, на главную герой. А потом будем уже делать. Так, сейчас на 20-м еще сильный талант будет вот этот на уважаемый... Кстати, слышь, вот этот даже, наверное, даже лучше левый. Пройдет снижение урона и брони. Так-то это даже лучше, лол. Я реально сейчас пижу урон и броню и буду убивать. Врубик конченый, блядь. Я бегу, я бегу тоже. Отъебем их сейчас тут. Воруем урон. Еще дружище. Охуенный стан. Блин, я хочу дэмэдж своровать. Боя полная-то. У него МС 355, у меня 380 есть. Я с фонтаной его слапнуть могу, парня. Подойдетесь? Пять мега-крипов. Здорово, блядь. Продадим, наверное, и докупим Яшу. Переберю ли я Сларка? Загадка от Джека Фреско, парня. Переберю ли я Сларка? Но Сларк засыдится против АД и меня драться. Я бы хотел. Давай на Сларк. Давай перебашемся. Давай-давай-давай-давай-давай. Ему должно хватать урон на выживание. Ублоки. Убайбека нет. Блядь, ну почему так сложно? Ну ладно, там дуэли нет. Ну дуэли нету. Там нихуя, в принципе, нету. Я не знаю, что-то как-то чуть меньше дэмон, чем я думал. На самом деле проблема Немези с курса. Что она не работает на иллюзии. Если бы она работала на иллюзии, было бы вообще сказка. Но он лак. Там дуэли нет. Это хочу ли сейчас записать? Так вижу, в чайник летает. Там хорошо становится. Ебать. Ебать, там защелкало чела. А, нормально. Так, лакую полис. Можешь манты вообще сделан? Не, манты я не нажму на иллюзия. Санджи, яша просто ты будет давать. Хотя манты много статов дает. То есть, если у нас тоже, яша, посмотрите, она как будто бы даже меньше дает. Манты реально даже лучше, гайс. Манты лучше. У меня тычка 250. Ее сложно применить, да, но сапов я убиваю изя. Сапов я очень легко убиваю в этой игре. А там ебаный рубик просто, шлюха ебаная. Могу ли я в слое еще драться? Я думаю, мы можем с челом. Мид пачки сейчас сыграю. Лидионка тоже такая же. Найс, найс, найс. Ну, вообще, как будто бы лучше бы он меня спрятал. Но это уже другая история. Как будто бы лучше и меня он мог спрятать. Так я не умер, у меня герой еще остался. Просто вот, как будто бы он мог меня спрятать вместо врага. Да ладно. У меня не было его. Чего не было? Ты во врага астрал нажал, а не в меня. Спрячь, спрячь, блядь. Ну, бро. У тебя же есть кнопка. Нормально. Сморой урон. Пизда. Ты можешь у меня много, просто невозможно ударить. Сейчас ешка, по-моему, полюбуклюшки нажал. Нормально-мально. Гуд, гуд. Арубик, блядь, был. Ну, арубик какой-то ебаный, блядь. Спрячь. Оху я. Спрячь, блядь. Сварой урон. Тычкуем в блэдмейл просто, чтобы демажа добавить. Нормально-мально. Он себя не убивал. А че смешно? Ну да, у тебя есть детекшн? У тебя есть детекшн на два глэммера? У меня был, но я не успел немножко до реза. У тебя не было детекшн, потому что ты в таверне. Заебали, парни. С таверной охуенно видно, конечно, но... Лучше просто играть. Ну-ну. С таверной видней. С таверной видней. Борода тут не было, что вас поставили. Он-то не ворует у меня урон. Надо ман туда купить, в идеале. Этого человека за сейвы. Прям этого, ОД, 4 в 5 байкетов, это фиёва. Оно, блядь, 4 в 4. Ну... Без утеф падла, на самом деле. ОД подождать и всё. Ща, надо саб ходивать тут. Ща, я варк поставлю. Да, удач щас придёт. Куда уходить? Всё будет. Кей, варды ставлю глубокие. Вот я матчу, я пиздец, конечно. Проблема, что реализовать сложно. У врага такие герои, блин. Я не всегда хочу быть первым в драке. Я хочу, чтобы он другой был. Мне хочется, чтобы кто-то начал. Я такой, типа, свапнул в сапа. И в сапа сам бы убил. Не могу сапа убить. Там ещё дальше прикольный талант на увеличение базового урона. У меня же базового урона огромный. Так, я не боюсь, не верить первым. Мы помним это. Ой, стой, стой. Меня очень много отдали в помойку, парни. Вы должны дальше драться. Меня очень много в помойку отдали. Блоба ёбы. Вот она венга, блядь, животворящаяся. Созляете, вот когда ты на венге, просто на себя столько кнопок форсишь. Что ты пушаешь? Ай, это ещё, блядь, ещё даже первой жизни не закончилось. Да, давай, братан. Дуэль меня давай, 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 давай. Дуэль меня давай, братан. Давай, давай. Решение прекрасное. Дай дуэль венгу без байбэка, блядь, чтобы тебе трон снесли. В общем, герой сказка, я не знаю. Мне очень комфортно не играть. Не скажу, что это лучший герой патча, но то, что он эффективный, думаю, объяснять мало смысла. Герой слишком эффективный. Пичка миллиард, польза миллиард, барьер и атакующий вариант. И рошан дэмэдж, и торментер дэмэдж, и возможность рано играть, и возможность закупить любые айтемы. Ну, есть герой сильнее в этом патче. Просто герой комфортный. Вот такая венга саппорт, ребят. Попробуйте ее. Не гарантирую, что она вам принесет миллионы побед, потому что винрейт в патче венги небольшой. Всего 50%. 50%, то есть туда-сюда. Но герой хороший, нормальный. Все, всем удачно, пока. До завтра. Давайте сейчас посмотрим дэмэдж. Дэмэдж, защиту. Кто MVP? Я не MVP. Вообще на венге сложно MVP получить. Ты почти всегда 0 киллов имеешь, много смертей. По дэмэджу мы топ-3, если что. Причем на карте топ-3. На карте топ-4 вообще. То есть мы нанесли больше вражеского кэри, мы нанесли дэмэджа больше, чем наш... Ну почти как Энигма и почти как наш мидер и кэри. При том, что фарма мы забирали немного всю игру, мы были снизу нитворса. И даже копи фагани мы были снизу нитворса, но мы наносили много импакта. Короче, хороший герой, эффективный. Коменды скину, ребята, молодцы. Немножко такая депрессивная игра получилась с момента, когда начали ребята что-то смеяться. Но на самом деле очень часто с Дашкой такое было. Мы играли в пати, и она свапала меня на Торментере, чтобы мы дэмэдж делили. И люди, ну типа смеялись, не понимали почему. Потому что долбоебы, вот почему. Потому что барьер дает свап. Короче, такая катка, всем удачным пока, до завтра. Увидимся в 19.00, как обычно. Бай-бай.